Добрый день друзья с вами канал Дали от города и я Нина Коновалова изредка на своем канале я выкладываю видео обзоры о некоторых известных для меня народных методов лечения либо об отечественных недорогих препаратах которые позволяют нам вернуть наше здоровье а сегодня я поговорю о луке не буду рассказывать о его целебных свойствах расскажу как недавно он меня вернул практически жизни а на днях я очень себя плохо чувствовала дикая головная боль и моё рабочее давление 110 на 70 я померила давление и у меня было 140 на 90 для меня это очень высокое давление и меня колбасило со стороны в сторону кидала прилегла я отдохнуть и вспомнила что недавно на глашинном рынке покупала по 10 рублей бабушки какие-то книги старых времен значит вот эта книга москва ты девятьсот восемьдесят седьмой год и я вам помогу данников здесь лук природный целитель и 700 народных рецептов лечения луком и чесноком и в общем я начала читать читать про лук о том что лук в народной медицине применяется уже с древних времен все мы знаем вот например при склерозе при спазмах головного мозга хороший терапевтический эффект дает медово-луковая смесь кашицу протертого лука смешивает один к одному с медом принимать по одной столовой ложке утром и вечером в течение двух месяцев и в общем-то улучшение должно наблюдаться но у меня было повышенное артериальное давление и мне нужно было найти рецепт как избавиться от него вернее как его понизить как привести в норму свое состояние чтобы не разболеться а заниматься хозяйством поскольку сейчас идет предновогодний забой кур заказов очень много и вот в этой книжечке есть замечательный рецепт как принимать лук при повышенном давлении и при пониженном давлении я вам сейчас расскажу что например при повышенном давлении как я принимала принимать смесь лука и меда соотношение один к одному по одной столовой ложке три раза в день за час до еды а вот при пониженном давлении наоборот по одной столовой ложке через 2-3 часа после еды и в том и в другом случае курс 2 месяца курс лечения 2 месяца кстати после еды смесь лука и меда нужно принимать и даже если склероз или какие-то другие заболевания сердца поэтому лук обладает мега полезными свойствами мега лечебными свойствами вареная тушеная сухая мякоть лука либо сок свежевыжатый сок соотношение один к одному с медом не вызывает раздражение органов пищеварения орган ну желудка и отвечает требованиям диетологов поэтому вообще он это считается диетический продукт лечебное средство и вот применение такого лука практически не имеет противопоказаний все мы знаем о том какая сложная ситуация на сегодняшний день во всем мире связаны с пандемией так вот здесь в этой книжечке описано средство которое необходимо принимать при воспалении легких я вам прямо сейчас его зачитаю берем 500 грамм очищенного репчатого лука измельчаем через блендер через измельчитель через мясорубку добавляем туда 50 грамм меда добавляем туда 400 грамм сахара и литр воды в кастрюле и варим на медленном огне нас при закрытой крышке ровно три часа затем охлаждаем процеживаем чтобы някоть лука все убрать храним в холодильнике принимаем с весь теплой по одной столовой ложке 46 раз в день и причем это средство применять при сильном кашле при остром кашле хроническом бронхите и при воспалении легких в этой книге очень много полезной информации и касаемо лука и касаемо гриппа так вот здесь рекомендуется свежий лук принимать внутрь начиная с 10 грамм и постепенно увеличивать количество где-то до средней головки когда рекомендуется его применять при гриппе при воспалениях верхних дыхательных путей ангине кашле при хроническом бронхите при туберкулезе легких при пониженной кислотности желудочного сока при хронических запорах простатите паразитах нервных болях в животе принимать свежий лук за 15-20 минут до еды где-то два раза в день если это хроническое обострение если просто хроническое заболевание без обострения три-четыре раза в день чтобы лук во время очистки не вызывал жжения зуда но слезотечения необходимо чистить его после небольшого охлаждения в холодильнике то есть положите головку лука в холодильник и пусть там 10-15 минут полежит и уже после этого можно очистить либо под струей водопроводной холодной воды вот такая чистка снижает испарение вот этих летучих соединений лука которые и вот именно вызывают раздражение слизистой глаза около жаркой печи или в жарком помещении чистить вообще не рекомендуется лук поскольку испарение это увеличивается поэтому очистка лука при высокой температуре всегда вызывает обильное сильное слезотечение если у вас повышенное артериальное давление то вам необходимо принимать смесь кашицы лука и меда в соотношении один к одному по одной столовой ложке строго три раза в день за час до еды облегчение вы почувствуете прям сразу же но принимать конечно же нужно для для стабилизации давления два месяца курс два месяца если у вас пониженное артериальное давление то же самое один к одному кажется лука и меда но принимайте по одной столовой ложке через два-три часа после еды и опять же после первого приема об лечении вы почувствуете но курс лечения два месяца точно также при заболеваниях сердца и склероза но если у вас атеросклероз то принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды в общем конечно же информация и о луке и о чесноке очень много и касаемо сахарного диабета и в общем ну всяких заболеваний постепенно конечно я буду наверное рассказывать поскольку это интересно и для меня и интересно думаю будет для вас ну а я с вами прощаюсь надеюсь информация была полезной я желаю вам крепкого здоровья хорошего настроения всего доброго до свидания а 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